Аккуратные домики издалека смотрятся достойно, но стоит войти внутрь, становится понятно, жить здесь невозможно. Складывается впечатление, что до нашего приезда тут орудовали вандалы. Но нет, дело не в этом. Арматура ушла. Зияющие дыры в полах, оторванный линолеум, сырость и затхлый запах. Но жить-то все равно приходится. Детям-сиротам выделили благоустроенное жилье. Правда, находиться в нем опасно. После первого сюжета ЗАПТВ застройщик неожиданно объявился, решил исправить свои ошибки. Они приехали, поменяли, постелили новую вроде бы фанеру. Тут же весь линолеум в грибке. По стенам вон по углам идет грибок. Они не обработали, ничего не сделали. Сделали вид, что будто так что-то подделали. Дальше, если вот так отодвинуть линолеум, здесь вот фанера та же самая старая. Вот она. На ней вот он, грибок идет. Кадры до ремонта и после не особо-то и отличаются. Наверное, каждому понятно, избавиться от грибка одной фанерой не удастся. Нужна специальная сложная обработка. А здесь свежие листы дерева просто прикрыли старым заплесневелым линолеумом. Приехал застройщик и подрядчик. Они приехали, застройщик, как сказал, я вам сделаю одолжение, что у вас маленькие дети, и я вам сделаю, не буду назначать экспертизу. Ну ладно, думали по-человечески-то сделают. Потом приходим, смотрим, он там кусочки, там кусочки отпилил. И тут в проходе, получается, между дверью кухни и комнатой муж наступил, и доска проваливается, а под доской вот такой слой воды. Название микрорайона «Благодатно» еще больше подчеркивает абсурдность ситуации. Добра и счастья тут явно не наживешь. В домах влажно-входные двери начали покрываться инеем после первой же морозной ночи. Страшно думать о том, что впереди зима. Они приехали к нам вместе с застройщиком, попросили, уговорили, чтобы мы репортаж не делали, прокуратуру не жаловались, что он все сделает. Но как уже здесь опять не жаловаться никому, никуда ничего не рассказывать. После выхода первого сюжета к ситуации проявил интерес Следственный комитет. Начались проверки, сейчас идет разбирательство. По факту ненадлежащего санитарно-технического состояния жилых домов, предоставленных лицам из числа детей-сирот в микрорайоне «Благодатный», прокурором Читинского района организована и проводится соответствующая проверка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования как в отношении застройщика, так и в отношении уполномоченных органов, осуществлявших приемку указанных жилых домов. Напомним, микрорайон «Благодатный» принимала экс-губернатора Забайкальского края Наталья Жданова. Она назвала жилье качественным и решила активно заселять туда людей. Теперь же, если в ходе прокурорской проверки будет установлено, что дома являются непригодными для жизни, людям предоставят другую жилплощадь. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ